Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о книге пророка Езекииля, мы обратимся сейчас к 28 главе. Эта глава продолжает и завершает пророчество о Тире, слова, которые говорит Господь через пророка о Тире. Эти слова начались в 26 главе, продолжались в 27, и вот 27 глава завершает этот ряд. С одной стороны, логика 28 главы очень похожа на то, что мы видим в 27. Речь идет о том, что вот был такой благополучный, великий город, но все это разрушается, и как тиряне насмехались над Иерусалимом, который оказался беззащитен и разграблен, так и над ними будут насмехаться, потому что они тоже оказались беззащитны и разграблены. Вот этот плач во многом построен по той же логике, что 27 глава. Но здесь есть некоторая чрезвычайно важная новая вещь, новая тема. Связана она с тем, что на Древнем Востоке, особенно на Древнем Востоке, хотя далеко не только там, существовал такой феномен, как обожествление правителей. Фараон, сын бога, кого там? Ра, я забыл. Вавилонские правители, которые тоже, вот, значит, сыновья богов. Правитель Тира, который называет себя богом. Чуть позже, скажем, первые римские императоры смущенно мнутся, потому что культ гения императора с одной стороны льстит им до чрезвычайности, а с другой стороны они все-таки относительно культурные люди и понимают, что эта вещь абсурдная. Можно еще кучу примеров привести, и, кстати, в Новом Свете тоже. Обожествление правителей, когда либо по должности, как фараон, ну, чаще всего по должности, как фараон, как тирский царь, иногда за личные заслуги, как какой-нибудь там божественный август, да, правители считаются богами, объявляются богами, но чаще это такая переходящая традиция, не то чтобы по результатам деятельности, прямо вот по природе, потому что они занимают такую должность, они считаются богами, даже неравными богам или достигающими божественного могущества, а прямо-таки вот богами. Ну и, соответственно, это влечет за собой отношение как к божествам, поклонения, жертвы, кождения благовонные, молитвы. Автор первой части книги пророка Даниила с большой язвительностью, с большим сарказмом описывает абсурдность вот такого обожествления людей, обожествления правителей. И здесь тоже, смотрите, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей, и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим, с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, так как ты ставишь ум твой наравне с умом Божьим. Ну, потому что это безумие, люди не боги, и все тут. И вот это вот человека Божие, поклонение людям как богам, это в каком-то смысле верх падения. Мы видели, что поклонение Аголы и Аголивы идолам, выдуманным божеством окрестных народов уже рассматривается как гнуснейшее предательство Бога. Ну, то хотя бы выдуманные, но все-таки боги, а здесь вообще человек, и это просто край безумия, край безумия, обожествление, обожествление власти, обожествление правителей, которые временами мы видим в самых неожиданных местах и культурах, это действительно крайнее проявление человеческого безумия, крайнее проявление человеческого падения. Вот вся глава говорит о том, что это абсолютно невозможно с точки зрения Бога. «Ты ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Ну, по сравнению с умом Божьим, с премудростью Божьей, даже самые умные люди – дураки. А если этот самый тирский царь не понимает абсурдности этого и соглашается на такое поклонение, ну, значит, он совсем вот альтернативно одаренный. Но, обратите внимание, что это ведь тянется из поколения в поколение. Ну, может быть, разные тирские цари с разным энтузиазмом относились к оказываемым им божественным почестям, но не отказывались от них, не пытались что-то с этим сделать, потому что так очень удобно управлять. Собственно, именно это религиозное безумие и имел, вероятно, в виду Карл Маркс, говоря, что религия – это опиум для народа. Хотя, впрочем, у мысли Маркса на этот счет есть еще немало интересных аспектов, которые мы сейчас обсуждать не будем. Вот зримое, реальное присутствие вот этого правителя, обычно он разодет в тирский пурпур и золото, и бриллианты, и там перед ним едут колесницы с мигалками и перекрывают ради него дороги. Вот это вот все безумие впечатляет, впечатляет подданных, и они боятся, и они уверены, что как бы ни была примитивна, мучительна, бедна и бессмысленна их жизнь, такова воля богов, и ничего не поделаешь. Вот поэтому, вероятно, таким успехом пользуются эти самые обожествленные цари на Ближнем Востоке. Но когда-нибудь приходится сталкиваться с реальностью, когда-нибудь выясняется, что ты ставишь твой ум наравне с умом Божьим, но это не так. Вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, скажешь ли тогда перед твоим убийцей, я бог, когда в руке поражающего тебя, ты будешь человек, а не бог. Ну вот ты человек, и все тут, и в крайний момент, когда впадешь в руки лютейших из народов, ты не сможешь отговориться, потому что ты на самом деле не бог, а всего лишь человек. И снова, как в предыдущей главе, Господь не только обвиняет тирского царя, и объясняет, почему ему предстоит гибель, но он говорит пророку, сын человеческий, плачь о царе Тирском, и скажи, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты, ты находился в Едеме, саду Божьем, и я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе моей, ты был совершен в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Господь таким образом говорит о том, что да, действительно, величие тирского царя громадно, достижения его огромны, но это все было по воле Божьей, я поставил тебя на это, пока не нашлось тебе беззакония. Ну вот, здесь пророк говорит, от обширности торговли твоей, от того, что ты много получал золота извне, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя. От красоты твоей, говорит Господь, реальной красоты, настоящий тир, по-видимому, был, правда, впечатляющим городом, от красоты твоей возгордилось сердце твое, и я повергну тебя на землю, и все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе, ты сделаешься ужасом. Возгордилось сердце твое. Оказывается, что даже вполне реальное величие не дает никому права этим реальным величием возгордиться. Вот это тоже трудная вещь, потому что нам кажется, что видеть и, так сказать, прославлять свое величие – это признак адекватности, а вот и нет. Все равно нельзя гордиться собственным величием. Нельзя. Знающие тебя среди народов изумятся о тебе, ты сделаешься ужасом. Ну и в заключение примерно то же самое говорится о Сидоне, союзном с тиром, с соседним городом, и заключительные слова этой главы обращены уже к дому Израилеву, где говорится о том, что уже Сидон и тир не будут для дома Израилева колючим тиром, причиняющим боль волчцом. Я соберу дом Израилев из народов, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову. Явлю в них святость мою перед глазами племен. Таким образом, святыня Бога, которая была среди израильтян и исчезает, потому что израильтяне предали завет, будет явленно, когда Бог снова соберет свой народ на землю Иакова и будут жить безопасно и строить дома. И, говорит Господь, я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...